Новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. Я и мои коллеги расскажем о событиях, произошедших в республике. Коротко о главном. Фантазии наркодилеров можно позавидовать, но наркоконтроль не дремлет. Пойман очередной селекционер Конопли. Дагестанцев приглашают на стажировку в Японию для обмена опытом в сфере развития экономики. Две медали взяли дагестанские вольники во второй день молодежного первенства мира. Способы распространения наркотических средств становятся все изощреннее. Сотрудники патрульно-пасовой службы задержали чудо-садовника. Мужчина занимался выращиванием конопли на чердаке строящегося частного дома, зарабатывая на жизни жизнью других. Подробнее далее. Что в данном помещении происходило или что вы делали в данном помещении? Выращивал коноплю. Сотрудник Атаев оборудовал целую нарколабораторию в собственном доме, где создал все необходимые условия для выращивания конопли. В помещении было проведено электричество. Свет и вентиляцию он включал дистанционно. Семена задержанные заказывал по интернету. Вся его деятельность длилась около шести месяцев. Какие сорта у вас были? Сорта были у меня в основном белая вдова. То же семена по интернету? Да, да, да. Еще какие? Еще было биг девил и такие бонусные были АК. За короткий период времени существования нарколаборатории Атаеву удалось собрать 16 кустов конопли. Так называемый урожай задержанный хранил в холодильнике. Цена за один пакет готового продукта составляла тысячу рублей. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. 122 тысячи работающих пенсионеров по Дагестану получат прибавку к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Республики. На сегодняшний день в России порядка 43 миллионов пенсионеров, из которых почти треть продолжает работать. Их пенсия увеличится примерно на 200 рублей. Всего по России это повышение коснется около 14 миллионов 300 тысяч пожилых людей и инвалидов. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году. То есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателям и начисленных пенсионных баллов. Отметим, что очередное повышение пенсии и социальных пособий будет произведено с учетом инфляции в феврале 2018 года. Открыт прием заявок на стажировку в Японии по теме активизации региональных экономик, которая продлится с 30 октября по 6 ноября. Об этом сообщили в Минэкономразвитии Республики Дагестан. Программа стажировки проводится правительством Японии в рамках технического содействия России в продвижении реформ и реализации федеральных программ. Пройти стажировку могут предприниматели, научные работники, а также представители неправительственных организаций, отвечающих за развитие региональных экономик. К участию приглашаются лица, которые смогут активно принимать участие во всех мероприятиях программы стажировки и применить полученные знания в корпоративном управлении в дальнейшем. Для участия в программе необходимо подать заявку и ряд необходимых документов. Более подробную информацию можно получить на сайте президентской программы подготовки управленческих кадров. Далее обзор коротких новостей от Абдуллы Алиева. Дагестанец Аслан Гаджиагаев покорил высшую точку Африки – гору Килиманджара. К восхождению на Килиманджару Аслан Гаджиагаев готовился более двух месяцев. Для осуществления мечты ему пришлось в течение июля более 10 раз пробегать по 10-13 километров и сбросить 10 килограммов. Съемки художественного фильма об афганской войне «Братство» режиссера Павла Лунгина пройдут в Дагестане осенью этого года. Согласно сценарному плану, съемки фильма будут проходить в городах Нербент и Буйнакс, в Гунимском районе и в поселке Дубки Казбековского района в сентябре и ноябре 2017 года. В трех поселках Махачкалы ликвидировали несанкционированные свалки. Активисты регионального отделения Общенародного фронта добились ликвидации несанкционированных свалок в трех поселках Махачкалы – Ленинкенте, Шамхале и Красноармейске. В Дагестан поступили учебники для вторых и седьмых классов, которые, как сообщили Министерства образования и науки Республики Дагестан, в ближайшее время будут распределены по школам Махачкалы. Школы будут укомплектованы учебниками по всем преподаваемым дисциплинам в соответствии с поданными заявками. До 1 сентября текущего года учебники получат все районные и городские школы Республики. Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp подставные сообщения с требованием продлить подписку. Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера и требуют ввести платежные данные, а в противном случае грозятся ограничить доступ к WhatsApp. В качестве уловки они используют ложные данные о существовании пробного периода использования. WhatsApp действительно использовал платную модель пользования мессенджером, но отказался от нее в январе 2016 года. И к новостям спорта. Масштабный праздник для всех жителей селения Утамыш Кайкенского района. Накануне там состоялось торжественное открытие спортивной площадки. Подробности мероприятия в материале моих коллег. Появление нового спортивного объекта стало возможным благодаря инициативе молодежи села, проживающей как в селе, так и в различных регионах России. Эти средства все жители, которые живут в Дагестане и в России, за пределы Дагестана, финансирование от них пошло. Деньги собирались только на материал. А строительство больше миллиона рублей. Ну, там по сметам мы интересовались, не конкретно, хоть приблизительно. Больше миллиона рублей ребята здесь бесплатно работали. Им огромное благодарство. Своими силами все сделали. Большому сожалению, в последние годы отток населения происходит из-за того, что вот здесь нет рабочих мест. И поэтому, мне кажется, вот сегодняшняя первая ласточка, то, что вот здесь происходит, вселяет надежду, то, что население села Утамыш будет возвращаться в свои исконные родные места. От задумки о строительстве данного объекта до момента открытия прошло чуть менее года. По словам местных жителей, в селе никогда не было спортивной площадки, поэтому местной молодежи и детям негде было полноценно заниматься физической культурой. Но, несмотря на это, подрастающее поколение всегда проявляло большой интерес и стремление к спорту. О чем говорят высокие результаты, достигнутые спортсменами, уроженцами села Утамыш. К инициативе у нашего Утамышского молодежи были собраны деньги и построены этот объект. Этот, конечно, спортивный зал, спорткомплекс, этот обязательно нужен был Утамыш сам, потому что в школе негде было заниматься. Спортшколы нет, спортивного зала тоже нет, поэтому вот эти ребята построили. Мы тоже от имени ГУПА помогли, бингами, строительным материалом. Стоимость построенного объекта составляет почти 3 миллиона рублей. Все строительные работы выполнялись добровольцами из числа местных жителей на бесплатной основе. Поздравить Утамышцев с таким знаменательным событием приехало множество гостей. Среди них и олимпийский чемпион Бахтияр Ахмедов. Хочу выразить большую благодарность от спортивного общества, спортивного мира, каждому человеку, кто приложил малейшие усилия и в общей консолидации труда, создал сегодня возможность для нашего подрастающего поколения заниматься спортом, прославлять свой народ, свою страну, быть поводом для того, чтобы ГИН России и флаг Российской Федерации нашей страны поднимался над знамениями всего мира. Всем принимавшим участие в строительстве данного спортивного объекта были вручены благодарственные письма. В честь открытия на новом поле тут же состоялся и мини-футбольный матч. Торжественная часть завершилась праздничным концертом. Курбан Рагимов, Ильяс Казак, телеканал ННТ, Утамыш, Кайкенский район. До дистанции Исмаил Гаджиев и Гаджимурат Магомед Саидов завоевали медали первенства мира по вольной борьбе среди юниоров. Соревнования проходили 1-2 августа в финском городе Тампери. В весовой категории до 55 кг, в которой выступал воспитанник махачкалинского «Динамо» Исмаил Гаджиев, на медали мирового первенства претендовали 27 борцов. На пути к финалу чемпион молодежного первенства России 2017 года Исмаил Гаджиев провел три победных поединка, одолев грузина Роберта Дингашвили, армянина Арсена Рутюняна и выступающего за Германию Рамзана Автаева. В поединке за первое место успешнее Гаджиева был его соперник, бронзовый призер прошлогоднего первенства мира Дейтон Фикс. Команде Азербайджана медаль второго дня соревнований принес ее дагестанский легионер Гаджимурат Магомед Саидов, поднявшийся на третью ступень педестала весовой категории до 84 кг. В борьбе за бронзу он оказался сильнее представителя Индии. По итогам соревнований в общекомандном зачете российские вольники с четырьмя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями набрали 67 очков и заняли второе место. Отечественную дружину на одну очко опередили американцы. Замкнуло тройку сильнейших с 49 очками командой Ирана. Накануне в Чебоксарах завершился чемпионат России по тяжелой атлетике. Обладателем золотой награды соревнований стал дагестанец Феликс Халибеков. Выходец из Киевского района первенствовал в категории для 62 кг, показав результат 274 кг по сумме двоеборья. Добавим, что Халибеков является единственным дагестанцем, поднявшимся на пьедестал почета чемпионата Европы. Золото чемпионата страны для Феликса уже четвертое в карьере. Теперь спортсмену предстоит участие на мировом первенстве. Оно пройдет в конце года в США. Ну и в конце выпуска курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 75 копеек, евро 71 рубль 95 копеек. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!